Дорогие друзья, добрый день, охота на Герчика. У нас в гостях повторно сегодня для того, чтобы определить все-таки, как закончились торги не на бирже, вернее на бирже, но на другой бирже. Уважаемый человек, Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО Капитал управления активами. День добрый. Добрый день. Вкратце просто расскажу, у нас с вами была передача. Нет, я имею в виду гостя. Вы помните, я понимаю, что у вас феноменальная помощь. Да, у нас была как раз передача несколько месяцев назад, где мы как раз поговорили о том, что многие люди, особенно сейчас, особенно люди, которые обеспечены, не хотят заниматься инвестициями на рынке оценок бумаг, а занимаются именно как раз инвестициями в так называемый арт, то есть картины, статуэтки, все еще что. Вы еще интересную историю рассказывали, когда была продана статуэтка за 100 миллионов долларов, только потому, что она кому-то понравилась. Ну, потому что, на самом деле, это прекрасное произведение искусства, во-первых, а во-вторых, еще, возможно, и потенциальные инвестиции. То есть, даже после того, что они, в принципе, как по всем меркам, они переплатили огромное количество денег, это все равно есть потенциал. Я не считаю, что они особо переплатили. Я считаю, что в тот момент, скажем так, это была адекватная цена. Рыночная цена. Давайте, знаете, о чем поговорим? Буквально 5-10 минут перед тем, как вы, в принципе, нам расскажете очень много интересного, потому что, на самом деле, передача была интересная. Моя жена там даже кучу вопросов задавала. Я только вернулся из Испании и ездил в музей Сальвадора Дали, как раз смотрел эти произведения. Обычно, вот, на рынке есть цифра, тем более вы знаете все о рынке ценных бумаг, есть ценообразование. Ценообразование – это, например, цифра, которая складывается с каких-то факторов. А ценообразование, например, произведения искусства? Ну, точно так же существует ценообразование на рынке предметов искусства. Естественно, все те факторы, которые существуют на рынке акций, они присутствуют и здесь. Есть некая искомая цена, то есть цена, как, собственно, чистого произведения искусства. А есть еще какие-то дополнительные факторы, которые сюда накладываются и, соответственно, могут как увеличивать, так иногда и уменьшать. Например, просто в тренде быть, да, мода. Мода. В принципе, вот когда Россия или Китай, когда они из социалистических, железный занавес пал, они стали, значит, нормальными. Большими игроками. Да, то есть люди вышли и, соответственно, происходит некий взлет. То есть, когда из какой-то закрытой страны происходит, открываются границы, открываются железные занавесы, соответственно, люди из этих стран, ну, новориши в первую очередь, потому что у них есть деньги, они начинают приобретать предметы, причем в первую очередь собственные. То есть китайцы просто, почему подняли сцены на Китай, потому что, на китайское произведение искусства, потому что Китай стал зарабатывать деньги, китайцы стали зарабатывать деньги и, естественно, на рынок. Да. Точно так же и русские олигархи вышли и стали покупать русские предметы искусства. Точно так же и индийские, точно так же и бразильские. А в чем как раз это заключается? Патриотизм или что-то другое? Ну, скажем так, в первую очередь это, конечно, знания, да, то есть в их музеях и в наших музеях в том числе висят, есть эти предметы. Похожая картина. Да, и, соответственно, ну, частично, конечно, это патриотизм, желание вернуть утраченные предметы на родину, особенно это достаточно четко в России видно, потому что многие вещи были вывезены. То есть, как ни странно, наши патриоты? В том числе да. Это приятно за нацию. Опять же, возможность постараться заработать, потому что в силу того, что рынок был достаточно узким, оставались те коллекционеры на русские предметы, на того же Фаберже и так далее, ну, та же Америка, та же Европа, сейчас появились новые игроки из развивающихся стран, из того же БРИКС, и, соответственно, там, где растет спрос, там, естественно, растут и цены. Предметов больше не становится. То есть, по сути дела, на самом деле, если взять именно рынок арта, картины, произведения искусства, то, по сути дела, там еще непаханное поле работы. Потому что люди богатеют. Ну, что значит непаханное поле? Ну, я имею в виду, что, на самом деле, количество для потенциала, например, если в ценных бумагах есть огромное количество минусов, например, страна просто непригодна для инвестиций. Вот сейчас, там, в России нету притока капитала. А второе, если, например, нефть, газ упадут, то вряд ли кто-то вообще будет на российский рынок обращать внимание. То есть, неинтересно будет, наверное, там ни Магнит, ни Дикси, ни все остальные. Во-первых, они низкокапитализированы, очень маленькие объемы по бумагам, но насколько, получается, становится богатых людей в мире больше, и это действительно тенденция. То есть, действительно, огромное количество людей зарабатывают больше денег, и миллионеров, и миллиардеров становится реально больше, намного на порядке. Ну да, не секрет, что богатые люди во всем мире, они приходят, в том числе, и к коллекционированию, к инвестированию в предметы искусства, причем, скажем так, ну, патриотический принцип здесь не всегда играет главную роль, потому что лучшие произведения русских мастеров, они привлекательны для инвесторов и для коллекционеров со всего мира, и из Америки, из Европы, ну, в том числе и для китайцев, и для других богатых людей. И получается же один большой плюс, что, которого, например, нету на рынке ценных бумаг, на рынке ценных бумаг можно уйти из России и зайти в другой рынок. На рынке арты, я так понял, что... Да нет, это все... Есть определенные группы предметов, произведения искусства, которые очень ликвидны. Нет, я не это имел в виду. Я не имел в виду ликвидность. Я имел в виду то, что много нового не становится. То есть, в основном, я так понял, что в почете и в цене это то, что уже было сделано, нарисовано, выковано, слеплено. Ну, скажем так, сектор современного искусства, он безостановочно плодится, и появляется очень много новых каких-то произведений, предметов. Они даже формы новые приобретают, видеоинсталляции, различные перформансы и так далее. И на них действительно такой спрос огромный? Ну, естественно, на них спрос не такой огромный, потому что еще непонятно, есть ли это на самом деле произведение искусства. И есть ли там будущее, и есть ли там деньги в нем. Да. То есть, по сути дела, если на самом деле прийти к общему знаменателю, то получится, что у нас все равно на 90% как раз это то, что рынок... Продажи идут одного к другому. Большого рынка по-простому нет. То есть, нельзя сегодня взять, продать российский рынок и уехать в Пакистан и скупать Пакистан. Нет. Ну, то, что продать российский рынок – это огромные миллиарды долларов, поэтому продать его не удастся. Нет, нет. Я имею в виду, что не захотел работать на российских фьючерсах, пошел начал торговать в другую страну. То с артом такого не происходит? Нет, не происходит, потому что рынок достаточно объемный, достаточно ликвидный. Ну и, скажем так, не побоюсь этого слова, русские предметы все-таки получше, чем пакистанские. Нет смысла туда уходить. Если уходят с русского фьючерса на пакистанский, то только, в принципе, из-за ликвидности или инвестиционной привлекательности страны. А инвестиционная привлекательность все-таки большинства предметов российских, она намного выше, чем многих других. Большинство людей, когда выставляют произведение искусства, которое, допустим, у них было в коллекции, причина? Ну, причин может быть несколько. Откуда появляются предметы на продажу? Во-первых, какие-то предметы выставляют, собственно, сами музеи. То есть музеи являются на Западе... Игроками. Да, они одни из активных участников рынка, и, по большому счету, у них происходит определенная ротация. Если они какие-то предметы выставляют на продажу, то только для того, чтобы купить что-то еще, по их мнению, более хорошее. Причем иногда, иногда происходит явно недооценка. Вот, скажем так, несколько картин, которые были выставлены сейчас на аукционах вот этих, которые проходили в июне. История двух предметов достаточно интересна. Две картины были проданы голландскими музеями буквально за несколько тысяч долларов, там, несколько лет тому назад, по причине того, что посчитали их непривлекательными. И владельцы, которые их тогда купили за эти самые небольшие суммы, некоторые просто были на седьмом небе отчасти, когда эти картины уходили за миллион долларов на продажи, вот, на сейчас, на сотбис, на кризис. Что с тысяч на миллион? Да. Ну, это, скажем так, это та, скажем так, event-driven акция какая-то, у которой есть какая-то история, и то же самое и здесь. Хотя, все-таки, многие предметы больше в эту сторону. Соответственно, кто еще является поставщиками? Ну, не секрет, что многие коллекционеры умирают, и у них остаются какие-то большие коллекции. Если эти коллекции, они не завещают музеем, они не становятся достоянием всего общества, то их родственники начинают их распродавать. И, соответственно, иногда мы видим, как появляются прекрасные предметы на продажу, скорее всего, они... Которые там в семье были династиями. Да. Соответственно, вот, наследников и так далее. Ну, опять же, есть еще и коллекционеры, да, которые что-либо покупают, а потом что-либо продают, пытаются поймать свой шанс, пытаются... Спекули. По большому счету, да. Иногда у них это плохо получается, когда в период большой горячки 2005-2007 годов нахватали всего задорого, а предметы оказались не совсем ликвидными или не совсем качественными, и сейчас они избавляются от них по ценам в два, в три, в пять раз дешевле. Такие тоже бывают. Ну, а покупатели практически те же самые, только просто у них вью поменялся, и они, соответственно... Ну, да, да, да. То есть они как работают, как и музеи, бывает просто коллекция, да, которую не хотят поменять или захотелось коллекционировать что-то другое. Ну, они считают, что сейчас это более актуально, это менее актуально и так далее. У них там тоже сидят какие-то искусствоведы, какие-то люди, которые... Которые же консультируют. Да, за художественное руководство музеями, и, соответственно, они что-либо определяют. И точно так же и у крупных коллекционеров, у олигархов, да и у не очень крупных коллекционеров всегда есть какие-то люди, с которыми они всегда могут посоветоваться, которые скажут им то-то, то-то интересно, то-то, то-то неинтересно. И, на самом деле, допустим, на прошедших торгах мы видим какие-то тенденции, которые прошли... Как раз я хочу, я вижу, что вы принесли много интересного. Да, я много чего интересного принес. Я вот хочу, чтобы вы конкретно все рассказали. Дорогие друзья, у нас Андрей Гриценко в гостях, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». После перерыва на новости, уважаемый человек нам расскажет, что все-таки было на последних торгах. Дорогие друзья, мы снова с вами. Это наш гость Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами» и Александр Герчик. Андрей, еще раз добрый день. Добрый день. Я просто вижу, что действительно очень много интересного, поэтому хочется послушать вас, тем более в ситуации, в которой я как бы не просто слаб, а где-то... Ну, давайте подведем какие-то краткие итоги, которые по русским торгам, которые прошли в июне. Торги прошли, выступили все крупнейшие аукционные дома. Торги проходили буквально день за днем. 3-го числа начался с Крисис. 4-го... Вы физически где-то были? Да. Соответственно, 3-го числа был Крисис, 4-го, 5-го проходили Торги Сотбис и 5-го, соответственно, Боннэмс. Вот давайте. Еще был МакДуглс. От и до. Да, от и до. Ну, от и до, конечно, все не получится, все охватить. У нас 45 минут. Тогда охватим. Супер. Начнем с основных каких-то выводов. Ну, выводов, по большому счету, крупных, хотелось бы отметить два. Во-первых, было установлено достаточно много мировых рекордов по ценам на произведения российских мастеров. Ну, в первую очередь, я вам тут принес вот такую справочку, да, тут 8 самых дорогих торгов, самых дорогих лотов русских торгов. Самый дорогой, конечно, лот – это картина Николая Рериха, одна из лучших картин. Это «Труды Богоматери». Вот я вам тут принес эту картину. Вот. Соответственно, она ушла за почти 8 миллионов фунтов. То есть, по большому счету, если не брать во внимание, в расчет русских художников, которые являются мировыми, Кандинского, то, соответственно, из всех остальных русских художников сейчас это самая дорогая картина. Причем, на самом деле, картина того стоит, да, потому что за нее билось очень много участников. То есть, цена образования такой высокая получилась из-за того, что действительно был… Да, действительно, это не очень высокого качества произведение. И, соответственно, много желающих было приобрести. Кто продавал его? Его продавал аукционный дом Бондемс, причем он не совсем даже чисто поступил, потому что изначально эстимейт был заявлен в районе миллион-полтора. Но, соответственно, утром они объявили, что эстимейту становится 2-2,5, хотя это не совсем юридически честно. Они, видимо, боялись прогадать. Но, когда картина ушла за 7,88, да, в принципе, они были довольны. А что, например, почему, как вы думаете, просто интересно для меня и для радиослушателей, почему вдруг они изменили эту цифру? То есть, сначала же цена была заявлена одна, я просто не знаю юридических вопросов. Они испугались, возможно, что не получится продать по такой цене. Если уж продавать, то они выставили эстимейт там 2-2,5. Но юридически там, наверное, юристы поточнее скажут, но не совсем красиво это, да. Но теоретически уже судить нельзя, потому что продали ее в 5 раз дороже, чем ее выставляли первично. Ну, в 8 даже, если брать. Ну да, миллион-полтора, да. Да, соответственно, это одно из самых дорогих произведений. Сейчас это самая дорогая русская картина, ну, за исключением мировых звезд. Да. Вот, Шагала, Кандинского и так далее. Соответственно, был установлен рекорд, опять же, на картину, которая продавалась на Акристис. Это Илья Машков, натюрморт с фруктами. Вот, в принципе, он здесь прямо на обложке. Простенько. Простенько, но спрос есть, да. По большому счету, у картины есть достаточно интересная история. У вас даже заставка картины, да? У меня много чего интересного. Нет, я заставка на телефоне. Да. Соответственно, по картине, по самой этой картине достаточно интересная история, потому что она отсутствовала на рынке ровно 100 лет. Последний раз она выставлялась в Голландии в музее в 1913 году. То есть ее до этого, в принципе, кто-то уже скупил? Да, до этого она достаточно давно отсутствовала на рынке. Ее кто-то купил, и вот она там находилась. Длительное время спрос на Машкова сейчас серьезно вырос. И, соответственно, мы видим, что все это реализовалось в той цене, которая была. То есть она была продана за 4,8 миллиона фунтов. А стартовая цена какая была? Ну, стартовой цены как таковой нет. Есть ожидаемый стимейт какой-то, да. Ну, я не помню, там, по-моему, в районе миллиона, по-моему, был. Да, стимейт, вот, миллион, полтора миллиона. А как ее отслеживают, что, например, ее 100 лет не было на рынке? Ну, естественно, то есть знают, что она не выставлялась, ничего. А откуда эта картина? Кто ее выставлял? Ну, кто ее выставлял, это неизвестно, естественно, потому что это все скрывается. Нет, я имею в виду... Вот все, что написано о предыдущем владельце. Частная, собственно, женщина. Да, все. Но, значит, как действительно отслеживается, что это действительно та самая картина? Очень много, да, потому что есть ссылки на литературу, где она была описана. А, понял, понял. Выставки, где она была, выставлялась. А вот я вижу, даже 77-й год, это видно с какой-то сборник. Да, тут она была описана. И вот, соответственно, все предыдущие владельцы, которые владели этой картиной, и, соответственно, каким образом... Перемещение было. Да. То есть по картине все четко проверено, все четко отслежено, есть описание, есть даже какие-то упоминания музейные, когда она выставлялась в 1913 году. Да, то есть... Это фотография какой-то экспертизы? Нет, это аукционная... Листик. Да, ну... То есть, в принципе, картина имеет безупречный провинанс, 100 лет, соответственно, никто даже не мог заподозрить в том, что она какая-то поддельная, фальшивая или еще что-нибудь такое. И, соответственно, много чего интересного о ней было сказано, потому что... Вот тот владелец, который купил ее, о котором там было написано, Уильям Бэффи, соответственно, он приобрел ее сразу, проходила выставка, приехала в Голландию, это как раз объединение «Бобновый балет». Это 100 лет назад. Да, это 100 лет назад. Выставка была в 1910 году, о чем есть все упоминания, она, соответственно, попала в каталог выставки, и, соответственно, после этой выставки он ее тогда приобрел, и очень хорошая картина, очень хороший провинанс, то есть слов нет, и эстиммейт был адекватный, но, тем не менее, спрос оказался еще более интересным, и поэтому ее купили. Опять же, работа такого уровня на рынке давно не появлялась. То есть в последний раз подобная картина продавалась в 2005 году, тоже в Лондоне, и, соответственно, 2005 год, тогда все безумно другое стоило. Да, и тогда она была продана за 3,5 миллиона долларов. И, в принципе, сейчас тоже ожидали, что 2-3 миллиона, ну, миллион и полтора фунтов, то, соответственно, 2-3, она была продана. Да, она продалась за 4,8 миллиона фунтов, то есть это 7,25 с 7,25 миллиона долларов. И после того, как торги закончились, зал зааплодировал. Это тоже еще один из мировых рекордов. Да, но я уверен, что, в принципе, люди, которые устанавливают эти мировые рекорды, не делают это ради хлопков. Абсолютно, тем более, что есть слух такой, да, что вот хозяйка, хозяйка этой картины, она купила ее в 1976 году, выкупила. И, соответственно, вот... Это частным образом? Ну, частным образом, когда музейщики выставляют на продажу, она частным образом зашла, музейщикам она не понравилась, у нее выставили на продажу, она ее купила. То есть не через какие аукционы? Ну, это был аукцион внутри такой маленькой. Место какое-то. Местичко такое. Я просто спросил, потому что вы сказали, что где-то сто лет она нигде не появлялась. Абсолютно нигде не появлялась. То есть музей, который владел после смерти предыдущего владельца... Владельца, да. Да, соответственно, в 1976 году... Это слухи, это проверить невозможно. Такие и... Да, и, соответственно, она купила там за несколько тысяч. Тогда еще и евро. Вот. И, соответственно... Доллары. Ну, евро, это же Голландия. Да. Вот. Соответственно, после этого она чуть в обморок не упала, когда услышала, что оценка миллион, полтора миллиона фунтов. А когда прошли торги, я не знаю, что с ней приключилось. Но, по большому счету, это позор для искусствоведов. Которые недооценили. Да, абсолютно. Возможно, они... Нет, ну, видите, вы же сами рассказывали до прошлой передачи, я внимательно, на самом деле, слушал все, что вы говорили, что бывают просто такие курьезные ситуации, когда, ну, ни один искусствовед просто не может предположить, что такое может быть. Абсолютно, да. У нас времени много, рассказывайте, это очень интересно. Да, времени много, соответственно, тогда перейдем... По кризису были организованы лучшие торги из всех аукционных. Я просто хочу маленькую ремарку сказать. У нас просто, понимаете, все время приходят, по сути дела, ну, не то, что очень однотипные люди, не хочется никого обидеть, но просто у нас тема, тематика очень узкая, да, это, в основном, ценные бумаги, и у нас жевание идет вокруг. Этот купил так, тот купил так, понимаете, а тут совсем другое. Тут, на самом деле, очень интересно просто даже услышать имена, где-то, представляете, можно козырнуть там перед кем-то, прийти, какое-то имя красивое сказать. Моне или там. Да, ну, значит, еще из больших заключений, да, то есть, первое, было установлено очень много рекордов, там мы еще перейдем, еще были другие рекорды. Вот после нашей предыдущей передачи, видимо, слушатели до конца не дослушали, потому что была возможность, была возможность купить предметы, то есть, по большому учету, украсть со стола живые деньги, потому что некоторые предметы продавались за очень дешево. Где-то сейчас происходит какой-то спад, где-то кто-то, видимо, не присутствовал, то есть, была масса достаточно интересных предметов, и, видимо, слушатели... Не обратили внимания. Не доглядели, да. Да, дорогие друзья, вы почаще... С начала года, что у нас хорошего происходило на рынке акций? Ничего. ММВБ, минус, оркест. Шортили ТНК, и это ждали выкупа Ростелекома. Вы, дорогие друзья, слушайте, что господин Гриценко говорит, потому что, видите... Да, на самом деле было достаточно много интересных предметов. Понятное дело, что предметы живописи, это верхний уровень, да, они дорогие, и не каждому по карману. Но есть еще не живопись. Ну, есть еще не живопись. Допустим, по торгам Кристис, да, было порядка трехсот, ну, двести восемьдесят шесть, по-моему, лотов всего. Я хочу... Из них сто семь... У нас сейчас... Сто семь лотов живопись, и сто восемь шесть... Мы конкретно перед тем, как пойдем на перерыв, чтобы мы как раз в следующие 15 минутки конкретно как раз поговорили о Кристис, о тех работах, которые были там живопись-неживопись. А в последние 15 минутки я хотел, чтобы вы действительно вот... Я понимаю, что советы обычно никто не любит. Страна советована. Да, вы такой человек, действительно, вы, видно, их не любите, это однозначно. Но просто хотелось бы услышать мнение вашего, ваше экспертное мнение, как раз, чтобы вы посоветовали, на что обратили внимание. Дорогие друзья, у нас в гостях великолепный гость Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами», и мы разговариваем о инвестициях в искусство. Не инвестициях в ценные бумаги, инвестиции в искусство, картины, скульптуры, портсигары и все остальное. После перерыва мы к вам вернемся, после новостей. Дорогие друзья, наша передача сегодня как раз о том, как можно зарабатывать деньги, инвестируя в ценные, но не бумаги. И в этом нам сегодня помогает Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». Еще раз... Добрый день, да. Вот мы третью 15 минутку заходим с результатами Кристи, 300, сколько лотов? С результатами Кристи, Сотбис и Боннэмс и МакДуглс. Да, да. Соответственно, Кристи было выставлено 286 лотов, из них 109 картин и 177 предметов декоративно-прикладного искусства. Результат продаж впечатляющий. Во-первых, это 12,5 миллионов фунтов, во-вторых, это 74% реализации. 12,5 миллионов фунтов это за все? Ну да, за все предметы, которые были... Ну, это немного вроде за 265 предметов. Если взять... 7,74%. Ну, а, я понял. Если просто взять одну картину, которая, вы говорили, продана была за 4,8 миллионов долларов, или там за 7,88, против 12,5 за такое количество огромных предметов искусства. Так это о чем говорит? О том, что многие предметы доступны и не самым богатым. Простым черным. Ну, то есть, если просто взять просто 300 предметов и взять, к примеру, цифру в 13 миллионов долларов, то получается и средняя цена где-то 40 тысяч за лот. Совершенно верно. А при том, что предметов дорогостоящих побольше, чем один, то, соответственно, еще меньше средняя цена для... Понятное дело, что многие хотят вкладывать в супер уникальные предметы, и это действительно осуществилось. Так, во всяком случае, если мы перейдем от живописи на кристис к предметам декоративно-прикладного искусства, то хотелось бы отметить, ну, в первую очередь, наверное, это шкатулка из пурпурина работы Фаберже. Это, наверное... Что такое пурпурин? Пурпурин – это искусственное стекло такое. Вот оно. О, как шоколадка выглядит. Красиво. Да, как шоколадка. По большому счету, она чем красива, не только тем, что она похожа на шоколадку, но и тем, что это абсолютно аутентичный предмет. На его примере можно увидеть, собственно... Это Фаберже. Это Фаберже. То есть, это уже имя. Это огромное имя, причем это один из лучших предметов, да, то есть, это качество, это качество... Как это все изготавливалось, где хранилось, в каких коробках, потому что вы сейчас можете прийти во многие антикварные магазины, вам из-под пола вытащат миллион всяких разных Фаберже. Понятное дело, что они его сами где-нибудь там в соседнем помещении едят. Но в Одессе, но мало, наверное, на Утска. Да, это уже Фаберже. Вот. Это, собственно, предмет великолепный. И, скажем так, эстиммейт у него был 100-150 тысяч фунтов, она ушла за 480 тысяч. И, по большому счету, этот предмет стоит... Больше. Миллион. Я думаю, что человек, который купил этот предмет, я думаю, он останется очень доволен, потому что в ближайший год-два 20-30% годовых доходностей он легко заработает. И еще будет, представляете, какое удовольствие. Абсолютно. Тут сидишь, у тебя волосы белые становятся, имитенты ходят вверх и вниз, а тут сидишь, и там друзья пришли, и поставил себе на столик. Представляете, какое вообще эстетическое удовольствие, и любуешься этим. Да, соответственно, вот, опять же, великолепная брошь с аквамарином, тоже работы Фаберже. Ювелирные произведения имеют хорошие... Да, вообще, как товар, это ходовое? Абсолютно, ходовой. В настоящий момент, то есть, даже предметы не работы Фаберже, то есть, есть здесь Балиновские какие-то предметы, ну, это тоже великолепный мастер, но, естественно, уровень немножко другой. Они прекрасно тоже уходят, они ликвидны, они прекрасны, да, скажем так, ну, здесь и работы великолепные. Сколько это произведение? Ну, стартовый эстимейт был 10-15 тысяч. Всего? Всего. Но центральный камень и бриллиант? Нет, это аквамарин, но аквамарин огромный и прекрасного качества. Качество, ага. Да, соответственно, много... За сколько ушла эта работа? Она ушла, по-моему, за 50 тысяч. 48, что-то такое. Ну, понятно, то есть, приобрести работу красивую, хорошего мастера, известного и недорого, это вот и есть, это МИЦЕ, так называемый. Да. Была еще прекрасная подборка работов Рапопорта, Юлиус Рапопорт, это серебряные фигурки. В период бума, в период горячки 2005-2007-х годов, такие предметы стоили по 300 тысяч долларов. А какого приблизительного размера они? Ну, здесь указан размер, высота 8,3 сантиметра. Вот у собачки... Это маленький очень. У слоника 1,5... Пол руки. Пол руки. Ну, да, вот 1,5 сантиметра для слоника. 300 тысяч долларов просто с серебряный слоник. Да. Это Фаберже, это один из его лучших мастеров по серебру, Юлиус Рапопорт. И, соответственно, сейчас цены, естественно, подупали. Кризисы, люди испуганы, напуганы и так далее. Но куда они вкладывают? Вкладывать-то некуда. Фондовый рынок для них не интересен, не привлекательен. Они сидят, как безумные, в депозитах и ждут. Ребята, вот прекрасная альтернатива вам, всем вашим депозитам и так далее. Сколько? Ну, все эти фигурки, да, по-моему, слоник ушел по нижней цене эстимейта, да, то есть 30 тысяч фунтов. То есть 37,5 с учетом комиссионных. 37,5 тысяч фунтов вы приобретаете замечательные фигурки. Каждая? Ну, каждая отдельно, да. И, соответственно, эти фигурки явно увеличатся в цене. Было много других интересных предметов. Вот эта красивая вазочка. Ну, это ковш. Ковш. Это ковш. Граль. А? Святой Граль. Ну... Похож. Похож, да. Это другой замечательный мастер компании Фаберже. Это Федор Люкерт. Тоже прекрасный мастер, соответственно, вот его... Необычно красиво. Это эмаль, да? Да, это эмаль. Соответственно, ну, сам предмет золотой. Вот, и здесь... Грабировка, конечно, великолепного качества. Да, это Федор Люкерт, его считают одним из лучших мастеров. И как спрос на них был? Кстати, вот... Ну, я вижу, например, 91-120 тысяч стомейт. Да, соответственно, ну, мы можем посмотреть по результатам. 249-й лот. Да, это очень интересно. За сколько он ушел? То есть тысяч за 300, наверное? Нет. 79-875 с... То есть она ушла даже ниже, чем мы ожидали? Нет, это... А, в фунтах. Да, то есть она ушла где-то за 75 тысяч фунтов, ну, и плюс комиссия. 75 тысяч фунтов плюс добавляем еще где-то 50 тысяч, 120. Ну, по сути дела, верхняя граница эстомейта. Да, прекрасные работы. Но о чем хотелось бы сказать? О том, что у Кристис была прекрасная реализация, 74%, и это хороший результат. Сотбис пошел шире. Он сделал три каталога. Я принес только один. На самом деле, они разнесли по трем каталогам. Предметов у них было очень много. И, соответственно, они проводили торги два дня. То есть там была и утренняя, и вечерняя сессия. Там продавались и как живопись, так и продавались предметы декоративно-прикладного искусства. И было очень много предметов. Возможно, возможно, и за счет того, что предметов было много, процент реализации не самый большой. Ну, как огромное количество лотов было выставлено. Да, возможно, что... Сколько у них было выставлено? Ну, все три каталога, суммарно, я думаю... Тысяча? Не, ну, под 600, под 700, наверное. Так я на память не помню, но это можно посмотреть. Доступно на сайте и так далее. Вот. Возможно, что нужно было поступить по принципу Кристис. Лучше, меньше, да лучше, как говорил товарищ Ленин. Поэтому, возможно, что здесь... Но! Опять же, были интересные лоты и интересные продажи и на Сотбисе. Ну, по Боннамсу хотелось бы отметить, да, там было самое сладкое, самое прекрасное произведение практически и всей этой русской недели, которое было. Каким-то образом Боннамс удалось заполучить эту работу Рериха. Это одна из лучших работ. И не то, что музейную, это надмузейный уровень, потому что в музеях есть произведение намного меньше подобного качества. Но намного меньше и, скажем, Боннамс, видимо, удалось за счет этого показать прекрасные результаты. Потому что по сравнению с, допустим, Кристис и Сотбис, у них было достаточно много, о чем я предупреждал, что нужно смотреть и думать головой произведений непонятного происхождения. То есть просто так приехать и сказать, что это все замечательно, это все надо брать, нет, это делать не стоит. То есть просто какие-то красивые вещи, три богатыря, да? Да, это три богатыря, это тоже... В шкатулках. Ну да, это эмаль, это работы мастера Хлебникова, это тоже одна из лучших российских ювелирных компаний. Было достаточно много портсигаров. Очень красивая тоже. Это Федор Рюкерт, мы здесь его видели. Великолепная работа, конечно. Нет, Рюкерт, это его видно издалека и качество у него никогда... То есть, по сути дела, я понял из вашего разговора, что такие работы можно покупать? Можно. Это царский портсигар, да? Это была огромная вещь, соответственно, прекрасная, с прекрасным провинансом. Известно, кто когда кому подарил, есть счета. Кто сколько уплатил. Да, то есть все проверено, поэтому этот предмет тоже ушел с превышением. Сколько? Ну, по-моему, 250 тысяч, надо посмотреть. Ну, это как раз, что же вы не купили, вы же любите портсигары. Ну, я купил, но... Но нет. Но нет. Понятно. Вот. Соответственно, апсайд не у каждого предмета... Огромен. ...100, 200, 300 процентов. На самом деле, есть какие-то вещи, за которые обидно, которые... Недооценены. Да. Ожидал, что они уйдут дорого, не участвовал и пропустил, да? Потому что здесь тоже были прекрасные портсигары, в которых я участвовал. То есть, портсигары – это ваша стезя? Нет, по большому счету, много каких-то интересных... Термометры, да. Да, это термометры работы ФБЖ. Они не продались. Но таких термометров больше нет. По большому счету, это одни из лучших термометров. Не продались, потому что цену просто не взяли, да? Которую минимальный порог. Ну, во-первых, да. Во-вторых, возможно, так как было три каталога, два дня, шесть сессий... Люди не дошли. Глаза уже... А сколько приблизительно такой термометра был оценен? Шестьдесят восемьдесят. Это пятьдесят семьдесят, это шестьдесят восемьдесят тысяч фунтов. Это достаточно приемлемые цены, то есть, опять же, вспоминая периоды... Во-первых, я так понял, что работы там до ста тысяч долларов, они всегда ликвидные. Да. То есть, всегда, по сути, идем на любом... Но есть и вот маленькие какие-то миниатюрные вазочки работы мастера Михаила Перхина. Перхин, это тоже один из прекраснейших мастеров фирмы Фаберже. Это самоучка, он как Ломоносов пешком пришел в Санкт-Петербург. И стал делать. Ну, начал он, естественно, не с таких чудесных, он начал, как обычный небольшой ювелир, работать с обручальными кольцами и так далее. После этого он вырос в одного из лучших мировых мастеров, и, соответственно, его предметы... Вот такой предмет оценен пять-семь тысяч фунтов. Всего? Всего. Это красивая ваза. Ну, маленькая, совсем несколько сантиметров, да? Да, это пять и семь сантиметров. Палец. Да, ну, это золото, это камень. И она не продалась? Надо посмотреть, пятьсот сорок пять. Возможно, что и не продалась, потому что, я говорю, пятьсот сорок пять продалась. Продалась за семнадцать с половиной тысяч. То есть, такие работы, то есть, даже, да, если мы говорим о человеке, который только-только заходит в мир искусства, как вы правильно сказали, три основные параметры. Для начала можно, это хороший провинс, да, исторические, понятные истории, хороший мастер стоит сзади и адекватная цена. Да. То есть, которую до ста тысяч долларов ее всегда можно продать, даже в период кризиса. Абсолютно. Причем, иногда получается так, что какой-то предмет можно украсть. Ну, как украсть. Ну, очень дешево взять. Да, в этом смысле, как в карточном сленге. А можно, я предположение это сделаю, просто подтвердите или, наоборот, не подтвердите? А если, например, на аукционе выставляется огромное количество таких дорогих работ, и обычно, наверное, маленькие работы такие, их никто и не замечает? Нет, их все замечают, потому что хороший провинанс, хороший предмет, неважно, стоит ли он пять тысяч фунтов, вот, как мы видели, он учетверился. Ну да, семнадцать тысяч. Да, то есть, качественные предметы, они очень хорошие. Ну, человек умер, история за ним осталась, он всегда будет стоить своих денег. Человек умер, история осталась, но ее, скажем так, эксперты могут проверить в архивах. Много архивов сохранилось в Санкт-Петербурге, и многие предметы можно найти в этих архивах, проверить их. А что это такое красивое? Это витрина. Необыкновенно красиво. Да, это невысокая витрина, 50 сантиметров. Очень красиво. Да, это тоже Юлиус Рапопорт, это серебро и дерево. А Юлиус Рапопорт, это, вы говорили, тот, который Фаберже работал. Ну, мне, во-первых, что значит мне? Да практически многим людям нравится Фаберже, да, потому что, ну, скажем так, мастера его фирмы, они непревзойдены. Фаберже потому их и собирал, потому что это были уникальные мастера таких единиц. Вы знаете, что я хотел бы, мы, вместо того, чтобы смотреть где-то по телевизору какую-то передачу, я думаю, что в 4-12 минутки, чтобы вы просто вот рассказали исторически, как складывался дом Фаберже. Просто интересно будет, ну, и потом по результатам аукционов. Дорогие друзья, видите, у нас тема очень интересная. Арт-рынок, искусство, инвестиции. Андрей Гриценко, который вам дают настоятельные советы покупать или обращаться. Я так понял, что к вам можно обратиться за советами. Можно обратиться, конечно. Нужно. Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами». После короткого помежутка на новости мы продолжим нашу передачу. Добрый день, дорогие друзья. Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления активами» и тема нашей арт-рынок, искусство, инвестиции. Андрей, еще раз. Добрый день. Добрый день, да. Расскажите о Фаберже все-таки. Ну, давайте я вам расскажу, значит, закончим немного с теми тенденциями, которые выявились. Некоторые предметы, некоторые предметы, я говорил, что есть возможность их купить задешево. Украсть. Ну, по большому счету украсть, да. Потому что вот прекрасные часы «Грифон» – это работы тоже фирмы Фаберже, это тоже мастер Юлиус Рапопорт. Это прекрасные часы, которые ушли по старту. То есть, они ушли там за 200 с чем-то тысячи фунтов. Такие часы, существуют их единицы, у них прекрасный провинанс, есть документы из царского кабинета. Как делали, из чего состоят. Да, и, соответственно, такие часы стоят миллион. Во всяком случае, довольный победитель чуть ли не в зале подпрыгнул и сказал, что… Украл. Ну, не украл, а что это замечательная покупка и что ребята дешевле, чем за миллион. Я не продам. Да, и он прав, потому что так действительно и будет. Да, потом многие работы, опять же, Рюкерта, да, скажем, те же портсигары и так далее. Кстати, мы хотели поговорить еще о тенденциях, да? Да. О тенденциях у нас, ну, что стоит отметить. Значит, опять же, и у Кристис, и у Содбис был большой раздел фарфора. Императорский фарфоровый завод, и все изделия прекрасны, он всегда хорошо покупается, продается. Была хорошая подборка, которая, кстати, вошла в список топ-8 продаж всех торгов. Русских. Да, ну, скажем так, относительно роста, относительно эстимейт, и, соответственно, вот была прекрасная подборка из коллекции Талиса Августа Ависа. Это человек, который был социалистом, он собирал деньги для помощи пережившему голод 21-го года и, соответственно, покупал агитационный фарфор. И была очень прекрасная работа, соответственно, продалась она не очень дорого, потому что, в принципе, мы знаем, что, ну, один из крупнейших коллекционеров, крупный русский человек, значит, он уже накупил агитационного фарфора, и, соответственно, видимо, других игроков пока нет, поэтому, в принципе, его можно было купить достаточно дешево. То есть, на агитационном фарфоре мы видим, что есть серьезное замедление в цене, нет определенного роста. А вот, если поговорить про, что еще, какие еще тенденции хотелось бы отметить, ну, тенденции, в принципе, так, где у меня с собой есть фотография, тенденция роста вообще классных вещей. Юрий Аненко, портрет Анны Ахматовой. Это графика. То есть, какие-то, там, 2-3 года тому назад... Миллион фунтов. Да, 2-3 года назад графика и живопись были несоизмеримы в цене, да, там работа маслом, холстом, все дела, а здесь живопись, карандаш, гуашь, и, соответственно, многие пренебрежительно относились, ну, не пренебрежительно, но явно недооценивали. И вот сейчас мы видим, что... 900 фунтов, да, 900 тысяч фунтов. 900 тысяч фунтов, да, причем старт, в смысле оценка была 150-200. И я понял, что это новоявленный художник? Нет, это не новоявленный художник. Ну, если Анну Ахматову рисовали, ну, я имею в виду, это не 100 лет недавности. Да, это 100 лет, но это не так, чтобы новоявленный, то есть, мы не говорим, что это новоотдел, сделанный там полтора года назад. Нет, это прекрасный художник, прекрасная работа, потому что он действительно прекрасный портрет, и, скажем так, мы видим новую тенденцию, когда действительно работы графические стали серьезно цениться. Ну, это цена, и цена 900 тысяч фунтов. Это не то, что там, например, 70, и идет такая динамика, там, 150-200, это 900 тысяч фунтов. Если посмотреть, это было 4 июня, а 3 июня продавались живописные работы, причем продавались хорошие, прекрасные живописные работы. Была небольшая работа Рериха на Кристис, Фешн, Фальк, Гончарова, Гудяшвили, и они продавались дешевле. Это была живопись, которая продавалась дешевле, чем графика. То есть, в принципе, я думаю, произошло... То есть, это тенденция. Да, принципиальное изменение отношения к работам на бумаге, графике, и многие понимают, что по художественному воздействию графика ни в чем не уступает живописи. Может, стоить больших денег. Ну, и в том числе. Это только одна такая работа была? В данном случае, да, но, скажем так, на осенних торгах в ноябре 2012 года портрет того же Анненкова, портрет Мирхольда, в итоге был продан за миллион фунтов. Это явная тенденция, явно это крупный российский коллекционер, и он молодец, да, потому что он прекрасно чувствует тенденции, и, соответственно... Он продает? Нет, он покупает. Он покупает, да. Соответственно, многие хорошие работы, то есть, тенденцию мы здесь видим. А если, вот, допустим, в фарфоре посмотреть, да, батальные тарелки, всякие разные батальные сцены, то, соответственно, в период 2005-2007 годов эти тарелки стоили каждые 150-180 тысяч фунтов. Сейчас, сейчас, в связи с тем, что по таким ценам они не продаются, спроса нет, но явно, что есть тенденция к тому, что они должны упасть к тому, что они реально стоят. То есть, это в район, там, 50 тысяч, может быть, даже и ниже. И по эмали, да. То есть, это, по сути дела, поддержка. Вот поддержки можно покупать. Ну, возможно, что это и есть поддержка, возможно, что пока еще и нет. Есть какие-то вещи, которые, по большому счету, ни на фотографии, ни в каталоге не увидишь. Нужно ехать, смотреть, щупать руками. И вот я вам рамку показывал. Она небольшая, она розовая. Эмаль, фаберже. Соответственно, на картинке она выглядит не очень презентабельно, но стоит туда приехать, посмотреть. Да, верно, красота необыкновенная. Да. Точно так же и по поводу тех же термометров. И самое главное, что такого качества работ их очень мало. И больше их не становится. Вот как раз мы об этом и говорили, да. Это не то, что акции. Ты не захотел торговать какой-то рынок, вот и ушел на другой. А тут их действительно больше не становится. Ну да, есть, конечно, новоявленные. Ну, не в данном случае. А тот же Шемякин? Ну, тот же Шемякин, это несколько другой раздел, да. Это современное искусство. Там, естественно, тоже есть свои специалисты. Есть, скажем... Ну, Шемякин ценится. Ну, естественно, ценится. То есть, есть современные русские имена, советские, из бывших. И в соцарте, и в антии, и так далее. Шемякин, Камара Меламид. Да много этих имен, о которых... Ну, мы сейчас не говорим. Мы говорим в большей степени о тех предметах классического искусства, которые продавались на неделе торгов. Потому что современные, они тоже продаются. И, соответственно, там на следующей неделе после этих торгов проходили торги, аукционы уже связанные с современным искусством. И там тоже были наши имена. Их еще достаточно много. И в любом случае, я думаю... Ну, это отдельный сегмент рынка, о котором мы сейчас не говорим. Ну, хотелось бы о чем еще сказать. О том, что мы видим какие-то тенденции, да. Что-то растет, что-то падает, что-то остановилось. Хотелось бы сказать о том, что если вы решили в этом участке, и так далее, то помимо тех предметов, которые не нашли спроса, есть предметы, которые вызывают подозрения. Соответственно, нужно всегда обратиться к специалистам. К одному, к двум, к трем. Не обязательно. Это должны быть разные люди, потому что... Ну, правда, если вы обойдете пятерых, то вам уже все в конце концов скажут, что ни в коем случае этот предмет не нужно покупать. Вам нужно самим определиться уже, кому верить, кому нет. Но не хотелось бы, чтобы люди, которые пришли на этот рынок, чтобы они попали на какие-то подделки, на отделы и так далее. Поэтому глаз да глаз. То есть, по сути дела, аукционный дом не несет ответственность? Нет, ответственность он несет, естественно, но очень сложно что-либо доказать, потому что, допустим, камнерезные фигурки, работ фирмы Фаберже, да, их было достаточно много. Вот, к сожалению... Такие вещи могут подделывать. Могут подделывать, потому что клеймо, скажем так, на камень мастера фирмы Фаберже не оставили, а провинанс не у всех адекватный. Поэтому глаз да глаз нужно за всеми этими вещами. И, скажем, нужно всегда обращаться к специалистам. Я не говорю о себе, я говорю о... Приходите к уставоведам, приходите к экспертам, спрашивайте у них, потому что... Но, с другой стороны, эти инвестиции могут принести вам серьезные доходы и доходности в настоящий момент... Плюс эстетическое удовлетворение. И это в первую очередь. Но в прошлый раз, вы помните, я вам рассказывал, сравнивал индекс, который рассчитывают в Англии относительно S&P 500. И на промежутке, сколько там, 11 лет мы брали? Нет, 12, да? Обгоняли, да. Да, обгоняет. Поэтому... А S&P неплохо себя чувствует в последний год. Поэтому, если уж здесь обгоняет... Все равно обгоняет, да. Да. Самое главное, нужно покупать те предметы, которые действительно интересны, ликвидны. Понятны. Понятны. Ну, и имеют, скажем так, действительно стопроцентное доказательство того, что это не подделка. А как часто, например, вы достаете там из определенного места и рассматриваете свои приборы? Или они у вас на видном месте? Не, ну, какие приборы? Вы имеете в виду предметы, да? Предметы. Но они, во-первых, находятся, в первую очередь, хранятся за рубежом, да, потому что, скажем так, мировой рынок предметов антиквариата, он достаточно лоббилен, да. Сегодня можно приехать в Лондон, завтра в Нью-Йорк, послезавтра в Гонконг и там все это купить, продать, проверить и так далее. У нас, к сожалению, пока еще существуют определенные торможения в области растамаживания, затамаживания. Это очень длится, может, до полугода, доставить сюда предмет, поэтому... То есть, никакого смысла легче оставить там? Да, проще хранить где-нибудь в каком-нибудь своем помещении, соответственно, ну, многие так и поступают. Последний вопрос по поводу комиссии. Ну, комиссии аукционных домов, они обычно от 15 до 25 процентов. Раньше цифра была ниже. Ну, есть аукционные дома, которые снижают до 10 процентов, но аукционные дома высокого класса, то есть те, о которых мы говорили... Держат марку. Да, у них это есть. Вы представляете вообще, конечно, 8 миллионов картины и 2 миллиона комиссия. Бывает. Вы всегда, когда сидите в зале или когда бьете по телефону или по электронной почте отправляете Эпсентибитс, вы всегда думаете о том, что есть цена и еще к ней будет комиссия. А еще будет перевозка и доставка в Россию. Еще 10 процентов надо добавить. Но, учитывая современный уровень развития почтовой связи, вы знаете анекдот, да, по поводу почты России? Если хочешь спрятать труп, отправив его почте России. Его никто не найдет. Дорогие друзья, у нас великолепная передача, я считаю, была. У нас в гостях был Андрей Гриценко, генеральный директор ЗАО «Капитал управления КИУМИ». Андрей, вам огромное еще раз спасибо. Ну, посмотрим осенние тенденции. Да, вам большое спасибо. Приглашайте. Обязательно с удовольствием. Всего доброго. Продолжение следует.